Перед началом заседания Аким города Бауржамбайбек лично поприветствовал деловых алматинцев, а бизнесмены, в свою очередь, поделились результатами своей работы. Деловой совет собрал 200 предпринимателей всех отраслей. На этот раз изменился его состав и увеличилось количество участников. Аким особенно отметил активность женщин, которых в бизнесе стало больше. Глава города добавил, что в целом Алматы отдаёт приоритет развитию МСБ. Формировать новое лицо экономики нашего города, поддерживать те предприятия, которые сегодня рискуют. Бизнес – это всегда риск. Двигаются вперёд, реализуют свои креативные идеи, и мы должны их поддержать. Конечно же, большие компании, большие заводы – они важны, но мы должны поддерживать, в первую очередь, малые компании. Мы стараемся, и в том числе я, ездить даже на предприятия, в которых человек вложил миллион тенге, два миллиона тенге. То есть мы считаем, пусть может быть, чем одно крупное предприятие, лучше сто маленьких создать. То есть, и если мы создаём условия, поддерживаем малые компании, то тогда и крупным будет удобно и комфортно работать. Аким гордо отметил труд и активность бизнесменов, которые стали локомотивом экономики. Поэтому для комфортности работы государство увеличивает финансовые и иные меры поддержки. С начала года проектов дорожной карты бизнеса увеличилось в два с половиной раза. Для МСБ выделено займов на 600 миллиардов тенге. И сегодня было объявлено о запуске ещё одной программы поддержки предпринимателей – стартап «Алматы». Аким от города и фонд «Дому» выделяют 4 миллиарда тенге на финансирование сфер туризма, инновации и пищевой промышленности. Максимальная сумма, которую может получить бизнесмен – 100 миллионов тенге. По номинальной годовой ставке – 8,5% и сроком до 84 месяцев. Кроме того, четверть выделяемых денег уйдёт стартап-проектам. Говоря о МСБ, Аким подчеркнул, что 86% экономики приходится на сферу торговли и услуг. С начала года более 70 объектов сервиса были введены в эксплуатацию. До конца года планируется ещё более 40. То есть мы город торговли, и в торговле у нас занято очень большое количество людей. И иногда есть такое ощущение, что да, предприятия надо создавать, производство. Но торговля, как мы видим, многие страны, они именно на торговле растут. Деловой совет – это к тому же площадка для обсуждения острых вопросов. Предприниматели и представители госорганов выстраивают диалог, ищут пути разрешения проблем. К примеру, в сфере ритейла. Мы предложили субсидирование процентной ставки для строительства новых магазинов. И в частности, стимулировать именно дискаунтеры крупноформатные, которые могут в быстрые, короткие сроки нарастить торговые площади, создать рабочие места, налоговые поступления. И взаимное обязательство – это фиксированная наценка не больше 7% на 32 позиции социально значимых продуктов питания. В городе всё больше появляется и новых для рынка проектов. Так алматинские предприниматели начали занимать нишу органической продукции. Идея для города нова. На экоферме будут производиться натуральные, без химических добавок, мясомолочные продукты, овощи и фрукты. На территории города откроются специальные рынки, а также фонд сертификации, который будет гарантировать натуральное происхождение продуктов. Акимат Алматы проект поддерживает. Предприниматели обещают, что цены их поставят максимально демократичные. Одна из наших самых первоначальных целей, почему создается этот городок, и почему мы хотим людей обучить, это мы хотим эту продукцию сделать доступной. И чтобы вот этот миф о том, что органика – это должно быть дорого, мы хотим это изменить. И те тенденции, те новшества, те технологии, которые мы будем принимать у себя на ферме, они как раз-таки докажут то, что это можно все организовывать с небольшими вложениями, но производить достаточно очень высокого качества продукцию. Вместе с тем продолжается поддержка проектов в рамках карты индустриализации – поиск иностранных инвесторов. Для этого в каждом районе проводятся инвестиционные форумы. Надо сказать, в Алматы создаются все необходимые условия для бизнеса. Город занимает первое место по количеству предприятий МСБ – 182 тысячи. Это 15% от республиканского показателя.